Вёска Новая Громыка Ветковского района у письмовых границах, ведомая с 17-го стагодия, на приконце стагодия 20-го, и она на завсёд испынила своё иснование. У 1992-м годе 128 семьёв, які ещё заставались тут после Чарнобыльской катастрофы, переселили у іншые населенные пункты. Почас наведывания теперь уже булой вёски у дельники специального выездного поезжения, присвеченного 30-ти годию Чарнобыльской катастрофы, признаются, тут вельми добро отчувается трагедия белорусской земли и людей, які на этой земле проживали. Сложно было им объяснять, я понимаю, это просто невероятно, что им надо уезжать из родных мест, где там они жили столетиями, поколениями, создавали всё это, строили. У дельники специального выездного поезжения констатують, за пошлый час в плане минимизации наступства у Чарнобыльской катастрофы взроблено шмат, починающий от створения системы по контролю якости продуктов харчевания до оздоровления населенства, але некоторые проблемы мають долготерминовый характер. Институт лесу Национальной академии наук у рабочую программу уключены не вопадково. За 30 чернобыльских годов на территории Белоруссии и России у господарший оборот отремалось вернуть около 120 тысяч гектаров лесу, але это далеко не всё, что поднялось на заброшенных территориях. Проблемами реабилитации у институте займаются практически с самого момента Чарнобыльской катастрофы. Менавито тут был створен новый навыкованный керунок «Лесная радиология». Почали широко выкрасываться досягнение лесной селекции и генетики, а терминовыеники дозволили распространять практичные рекомендации по снижению периода самоочищения лесных систем и поскорению терминовых реабилитаций, плюс промысловое выкрасывание дровнины на заброшенных территориях. Карвестеры – это механизированные комплексы по заготовке древесины, то есть оператор практически находится в кабине машины, и он может заготавливать древесину, а поставить окорочные комплексы, и снимая верхние слои древесины, карву мы можем получать и чистую древесину. Сироту денег у непосредного язвного посаджения, представленники белорусских и российских профсоюзов, выканавшего комитета СНД, постоянного комитета союзной державы и международных громадских организаций. Размова пеш за все об сопротивленстве и уголене минимизации наступства у Чарнобылской катастрофы. За минулый час полностью выполнены три союзные программы, и сегодня завершается четвертая, и уже зараз принято решение об распространстве концепции и ошедной и суместной программы. Ее реализация начнется в 2017-м. При этом особливо подкресливается. Размова не идея об замене державных программ. Это хочет их дополнение. Я не хочу, чтобы создалось превратное впечатление, что последствия ликвидировались только в рамках союзного государства. Безусловно, национальные бюджеты, национальные программы, местные органы власти уделяли и уделяют этому вопросу огромное внимание. Но и в рамках союзного государства этому вопросу уделяется не меньшее внимание. Олег Синчеров, Игорь Марышенко, Валерий Капанько, Телерадо, компания Гомель.